Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника Алгебра 8 класс, автора Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 114. Нас просят доказать, что при всех допустимых значениях переменной, значение данного выражения не зависит от значения переменной. Итак, под номером 1. У нас с вами сумма и разность рациональных дробей с разными знаменателями, но все знаменатели можно разложить на множители. Итак, перепишем первый знаменатель. 2х минус 4. И 2, и 4 делятся на 2, поэтому выносим этот общий множитель за скобки. 2х делим на 2х. Минус 4 делим на 2. Минус 2. Второй знаменатель. 6 минус 3х. Мы можем вынести за скобки 3, потому что и 6, и 3 делятся на 3. В скобках останется 2 делим на 3. 6 делим на 3 2. Минус 3х делим на 3 минус х. Но обратим внимание, при разложении на множители первого знаменателя мы получили перед х в скобках плюс, а перед двумя минус. Как же поменять знаки в скобках на противоположные? Минус вынести за скобки. И тогда это будет минус 3. А в скобках меняем знаки на противоположные. Минус х меняем на плюс х. Плюс 2 меняем на минус 2. Итак, если мы выносим за скобки множитель отрицательный, то знаки в скобках меняются на противоположные. И третий знаменатель у нас 6х минус 12. И 6 и 12 делится на 6, поэтому выносим за скобки общий множитель 6. 6х делим на 6, это х. И минус 12 делим на 6, минус 2. И теперь перепишем наши дроби с разложенными знаменателями на множители. В знаменателе первой дроби 2 умножить на х минус 2. Числитель переписываем. Минус выносим перед дробью, поэтому поменяется знак на противоположные. Тогда в знаменателе будет 3 умножить на х минус 2. В числителе 2х минус 1. И третья дробь. В числителе х плюс 7. В знаменателе 6 умножить на х минус 2. И общим знаменателем станет знаменатель третьей дроби. 6 умножить на х минус 2. Тогда дополнительный множитель к первой дроби. Это такой множитель, которого не хватает, чтобы знаменатель дроби стал таким же, как общий. У нас есть множитель 2, а нам нужно множитель 6. Умножаем на 3. Для знаменателя второй дроби не хватает множителя 2. То, что 6 это 2х3. А знаменатель третьей дроби это общий знаменатель, поэтому дополнительный множитель к этой дроби не нужен. Теперь умножаем 3 на 2х плюс 1 на числитель дроби. Будет 2х умножаем на 3, 6х. 3 умножаем на 1 плюс 3. Теперь пишем минус. Дополнительный множитель 2 мы будем умножать на 2х минус 1 на числитель дроби. И вычитаем числитель второй дроби. Поскольку мы вычитаем весь числитель, то записываем его в скобках. Ну и теперь нам осталось раскрыть скобки. Переписываем знаменатель. 6 умножить на х минус 2. Переписываем. 6х плюс 3. Минус 2 умножаем на 2х минус 1. Минус 2 умножаем на 2х минус 4х. Минус 2 умножаем на минус 1 плюс 2. И раскрываем скобки, перед которыми стоит знак минус. Минус не пишем, скобки не пишем. Знаки в скобках меняем на противоположные. Будет минус х минус 7. 6х минус 4х, 2х, 2х минус 1х, 1х. 1 как коэффициент мы не пишем. 3 плюс 2, 5. 5 минус 7, минус 2. Перепишем знаменатель. И теперь мы видим, что мы можем сократить на выражение, такое же, как числитель, на х минус 2. Мы делим на х минус 2 на ненулевой многочлен. Он тогда будет ненулевым, если х не равно 2. При х равном 2 данное выражение не имеет смысла. Поэтому допустимыми значениями переменной являются все числа, кроме 2. Делим на х минус 2 при х, не равном 2. Получаем 1, потому что делим само на себя. И тогда в числителе 1, а в знаменателе 6. При х, не равном 2. Итак, если х не равно 2, то выражение имеет смысл. И тогда, после того, как мы его упросили, мы получили выражение 1, 6, не зависит от значения переменной х. Все, доказано. Под номером 2. Опять же, обратим внимание на знаменатели и дроби. И разложим их на множители. А квадрат минус 16. 16 можно представить как 4 в квадрате, потому что 4х4 это 16. И тогда перед нами формула разность квадратов двух выражений. Первое выражение а, второе 4. Это равно а минус 4 умножить на а плюс 4. И знаменатели второй дроби тоже можно разложить на множители. 2а минус 8. И 8 и 2 делится на 2, поэтому мы можем вынести за скобки общий множитель 2. В скобках останется 2а делим на 2, это а. Минус 8 делим на 2, это минус 4. Ну и теперь перепишем данное выражение по номерам 2. И теперь мы можем записать общий знаменатель. Один из знаменателей. Первый. Запишем полностью. А минус 4 умножить на а плюс 4. Сравним его со вторым, разложенным на множители. И видим, что нам не хватает множителя 2. Поэтому дописываем еще множитель 2. Итак, 2 умножить на а минус 4 и умножить на а плюс 4. Это и будет общий знаменатель. И тогда дополнительный множитель к первой дроби 2. ко второй, смотрим, это 2 умножить на а минус 4. Не хватает множителя а плюс 4. И к третьей дроби. Смотрим, ее знаменатель а минус 4. Не хватает множителей 2 и а минус 4. Ну и теперь умножаем дополнительные множители на свои числители и ставим между выражениями те знаки, которые между дробями. Итак, 2 умножаем на 24 минус 2а. 2 умножаем на 24, это 48. 2 умножаем на минус 2а минус 4а. Теперь мы минус а числитель дроби умножаем на дополнительный множитель а плюс 4. Плюс 2 умноженное на а минус 4 умножаем на 4. Это будет 2х4, 8. Умножаем на а минус 4. Получаем дробь, в которой мы сейчас раскроем в скобки. Знаменатель перепишем. 2 умножить на а минус 4 и умножить на а плюс 4. 48 минус 4а переписываем. А теперь минус а умножаем на а плюс 4. Минус а умножаем на а, минус а в квадрате. Минус а умножаем на плюс 4, минус 4а. Теперь 8 умножаем на а минус 4. 8 умножаем на а, плюс 8а. И 8 умножаем на минус 4, минус 32. 48 минус 32. Это 16. Минус 4а и минус 4а минус 8а. Минус 8а плюс 8а взаимно уничтожаются. Поэтому сумма этих однощинов равна нулю. Значит, остается минус а в квадрате. А минус 4 умножить на а плюс 4. Мы уже с вами знаем, это будет а квадрат минус 16. И сократить мы с вами не можем, потому что у нас знаки выражений противоположные. Поэтому, чтобы в числителе у нас с вами были перед 16 знак минус, а перед а квадратом знак плюс, вынесем за скобки общий множитель минус 1. Этот множитель не поменяет модули, но поменяет знаки. Минус а квадрат делим на минус 1 будет плюс а в квадрате. Плюс 16 делим на минус 1, минус 16. И теперь мы можем сократить на выражение а квадрат минус 16. Получаем минус 1 вторую. Поскольку а квадрат минус 16, это у нас произведение двух выражений а минус 4 и а плюс 4, при значениях а равных 4 и минус 4, знаменатель дроби будет равен нулю, а в таком случае дробь не имеет смысла. Поэтому напишем, что вместо а нельзя подставлять 4 и минус 4. Итак, при а, не равном 4 и минус 4, то есть при всех допустимых значениях переменной а, значение выражения будет равно, после того, как мы его упростим, минус 1 второй, то есть не зависит от переменной х. Поэтому доказано. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok